Всем привет! В этом видео расскажу про книгу «Хлеб той зимы». Автор Эллы Фуниковой, иллюстрация Людмилы Пипченко. Это книга от издательства «Речь». Серия называется «Вот как это было». Книга о войне, пометка 12+. Это автобиографическая повесть. Рассказ идёт от лица шестилетней девочки Лены. Имена изменены. То есть автора зовут Элла Фуникова. Она рассказывает о себе, о своей семье, о том, что происходило вокруг. И так как рассказ идёт от имени шестилетнего ребёнка, то здесь мы читаем также про детские радости, обиды. Ну и про войну тоже, потому что она вокруг. И именно то, что это всё глазами ребёнка, добавляет, во-первых, какой-то доброты к произведению, а во-вторых, ну местами прям хочется рыдать, потому что это автобиография. Это в том числе эта книга, как «Слепок времени». То есть многие люди жили так, а даже ещё и хуже. То есть ужасные события происходили. Люди голодали. Шестилетний ребёнок, ну то есть, рассказывает, например, как съесть кусочек хлеба так, чтобы как можно дольше чувствовать его вкус. Ну это ужасно всё, конечно. И там то, что они в итоге очень быстро привыкли к этим арт-обстрелам, артиллерийским обстрелам. И то есть даже не замечали, например, с мамой поехали там на пикник, куда-то за город. Там по дороге был арт-обстрел. Они даже, ну на этом автор даже не зациклилась. Она рассказывала о том, как они хорошо с мамой время провели. То есть люди ко всему, видимо, привыкают. То есть и ты это читаешь, находясь вот сейчас, здесь и сейчас, и тебе это вот кажется каким-то вот таким, ну не то чтобы диким, вот я вот пыталась себя представить на её месте, и это, конечно, жутко. Ну опять же, но книга, она не тяжёлая всё-таки. Хотя пометка 12 плюс адекватная, но книга, она жизнеутверждающая. Она о взаимопомощи, любви, поддержке. В общем-то, очень хорошая книга. Написана она была в 1971 году. То есть это советский автор. Она получала немало наград. Например, там Гоголевская награда, вот я читала в Википедии про неё. Там ещё что-то, ну можно это почитать. Иллюстрации Людмилы Пипченко, они потрясающие. Это не первая книга с её иллюстрациями. То есть она прям вот умеет передать настроение. И когда смотришь на картины, которые она вот изображает, сочувствуешь. Я вот показывала с её иллюстрациями, например, книга «Девочка со спичками» Ганс Христиан Андерсон. То есть там вот прям иллюстрация, они потрясающие. Ну, думаю, что на канале у меня видели то видео. Значит, из чего, что из себя представляет эта книга? Она состоит из таких вот небольших, можно так сказать, зарисовок. Таких вот разделов, зарисовок. Например, очень, кстати, хорошее. Кто как устраивается. Олечка, вы совсем не умеете устраиваться? Устраиваться часто говорит Зинаида Павловна. И она права, не умеет. Мы ничего не продаём, не покупаем, не меняем. Живём на одни карточке. Да на те обеденные талончики, которые изредка подбрасывают нам дядя Саша. Сама Зинаида Павловна устраиваться умеет. И неплохо. Вторая её комната постепенно превращается в филиал той продовольственной базы, где соседка работает. Ну, то есть не все голодали. Но при этом вот люди, которые вот так вот умеют устраиваться, они не спешили помогать тому же голодающему ребёнку. Вот видели, да, соседи, что Лена не доедает. Ребёнку 6 лет. Почему нельзя было как-то подкармливать её, как-то помогать? То есть это меня вообще поражало, конечно. Вот. И я думаю, что как раз такие подобные военные события, они показывают сущность людей. То есть кто-то вот не умеет устраиваться, а кто-то вот умеет и не стыдно, грубо говоря. То есть, в общем, есть о чём подумать. Пока я читала эту книгу, было о чём подумать. И это, конечно, очень интересно было. Местами, конечно, плакала. И потому что, как я уже сказала, есть много таких событий тяжёлых, но которые не прям вот описаны так вот подробно, да. Упомянуты там пару слов вскользь, потому что она сама ещё тоже была маленькая, и не всё понимала. Это же от имени шестилетнего ребёнка идёт рассказ. А ты дальше додумываешь и представляешь, и у тебя в голове своя картина. И то есть те, кто пишут в комментариях, что там текст какой-то сухой, или там что-то на тему текста, я вообще не знаю, как это можно было написать. Во-первых, очень интересно написано. Во-вторых, тут дело в том, что ещё можно прочитать, ещё о чём-то думать. И у тебя в голове там мысли возникают. То есть слово «сухо» сюда вообще не применяется, к этой книге. Кстати говоря, книга очень популярная. Она была мной замечена много-много раз в различных топах, на Вайлдбери, на Озон. Много на неё видела обзоров тоже до покупки. И в итоге купила я её в этом году, то есть где-то в январе я её купила. Я её прочитала тоже в январе. И вот только сейчас сделаю обзор. Конечно, лучше бы я сделала обзор сразу, но как-то вот мне всё... Руки не доходили сделать на неё обзор, потому что мне тяжело рассказывать про книги без картинок. Ну, точнее, здесь есть картинки, но именно вот сюжеты мне тяжело рассказывать на самом деле. И никак не могла собраться я с мыслями, чтобы показать эту книжку. Но она, конечно, я вообще не жалею нисколько, что она оказалась у нас в библиотеке. Вообще, серия «Вот как это было» от издательства «Речь». Она очень хорошая. У нас немало книг из этой серии. Я уже те, что прочитала, показала. И скоро там ещё буду показывать книжки. В общем, издательство «Речь» она, как всегда, радует. Эта книга не зря такая популярная. И, в общем-то, она... Да, её я, конечно, рекомендую. В общем, постаралась я её показать, как смогла. Возможно, там где-то что-то я забыла. Я хотела сказать бы и больше. И тут... В общем, она очень хорошая эта книга. Одна из лучших в этой серии. Не знаю, что ещё добавить. Всё. Всё.